Девушки отдыхают Девушки отдыхают День любви и добра Я хочу поздравить вас с этим праздником И пожелать, чтобы любовь всегда жила в ваших сердцах Чтобы на душе было тепло и радостно Чтобы в жизни все удавалось Чтобы всегда окружали вас любимые люди И конечно же я приготовила очень красивый, вкусный и интересный тортик Бархатное сердце Вот такой получился очень красивый тортик В виде сердца и с надписью для тебя Этот тортик можно приготовить не только на 14 февраля А и на любой праздник Ну что ж, давайте же побыстрее посмотрим Как я приготовила этот чудесный тортик Для того, чтобы приготовить очень красивый и вкусный торт Бархатное сердце Мне понадобится Для бисквита Ингредиенты для бисквита рассчитаны на 2 коржа 10 яиц 10 грамм разрыхлителя 300 грамм муки 200 грамм сахара 20 грамм крахмала Для сиропа, чтобы пропитать бисквиты 200 грамм сахара Ароматизатор по вкусу Я взяла коньяк 190 миллилитров холодной обычной воды Для крема 800 миллилитров домашних жирных сливок 400 грамм замороженной вишни По сезону можно взять свежую вишню 50 миллилитров холодной обычной воды 200 грамм сахарной пудры 15 грамм желатина 300 грамм творога 90 грамм черного шоколада Также мне еще понадобится вишневый краситель И 50 грамм белого шоколада Ну что ж, приступаем к приготовлению Для начала испеку бисквитные коржи На один бисквитный корж мне понадобится 5 яиц 100 грамм сахара 150 грамм муки 10 грамм крахмала 5 грамм разрыхлителя Для начала я взяла миску Вбила в миску яйца К яйцам добавляю сахар И все хорошенько взбиваю Чтобы масса увеличилась в несколько раз Яично-сахарную массу взбила Она посветлела Увеличилась в объеме в несколько раз Сюда же добавляю пищевой краситель И снова все взбиваю В течение двух минут Массу все взбила Пока ее отставляю Подготовлю сухие ингредиенты Для этого муку нужно смешать С крахмалом и разыгрителем И все хорошенько просеять через сито Сухие ингредиенты готовы Порциями добавляю их во взбитую массу И все хорошенько перемешиваю Лопаткой снизу вверх Тесто для первого бисквита готово Посмотрите, какое оно должно получиться По консистенции Оно получилось очень красивое, нежное Представляете, какой у нас будет красивый тортик? Просто чудо будет! Будем выпекать бисквит Для этого я взяла форму У меня разъемная форма в виде сердца Размеры формы диаметра 22 см А высота 7,5 см Дно формы я заселила пергаментной бумагой Бока и дно формы я ничем не смазывала Выливаю тесто в форму Все тесто вылила в форму Отправляю бисквит выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Буду выпекать приблизительно 30 минут Готовность бисквита буду проверять с помощью зубочистки Когда его проткнуть, зубочистка будет сухой, значит он уже готов Вы лучше ориентируйтесь по самому бисквиту Ведь у каждого разные духовки и по-разному они выпекают Когда вы поставите сейчас вот бисквит выпекаться Первые 15 минут лучше духовой шкаф не открывать Потому что бисквит у вас очень быстро опадет И точно таким же образом я подготовлю тесто на второй бисквит И точно так же я его испеку Пока вот у меня будет выпекаться сейчас первый бисквит Я приготовлю тесто для второго бисквита Бисквитные коржи испекла, оставляю их до полного остывания Пока бисквиты остывают, приготовлю сироп для пропитки бисквитов Для этого я взяла кастрюльку В кастрюльку высыпала сахар К сахару добавляю воду Все хорошо перемешиваю И эту массу отправляю на огонь Нужно, чтобы сахар полностью растворился Масса закипела И с момента закипания я проварю сироп 2 минуты Сироп приготовила Я его перелила в другую емкость Для того, чтобы он быстрее остыл Он у меня немножко остыл Добавляю к сиропу несколько капель ароматизатора Все хорошо перемешиваю И оставляю сироп до полного остывания Сироп остывает Коржи остывают Не будем терять времени Займемся другими делами А сейчас мы с вами подготовим вишню Я купила замороженную вишню По сезону вы можете взять свежую вишню Я ее полностью разморозила Она, видите, уже мягенькая у меня Слила с нее полностью всю жидкость Она нам не понадобится Каждую вишенку нужно разрезать на 4 части Если у вас будет мелкая вишня То достаточно будет разрезать ее пополам Вишню измельчила Пока ее отставляю Бисквитные коржи полностью остыли Проделаю с ними следующую работу Для начала я немножко вот здесь вот вырежу Чтобы было более четкое сердечко Более четкое сердечко сформировало Срезаю с него шапочку Шапочку срезаю где-то толщиной 1 см Шапочку срезала Ее пока отставляю Нам она еще понадобится Посмотрите, какой получился красивый Насыщенный розовый бисквит Просто чудесный Даже глаз радуется Из бисквита нужно достать всю мякоть Только по бокам И внизу оставляем Бортики оставляем Толщиной приблизительно 1-1,5 см С первым бисквитом справилась Точно такую же работу я проделаю и со вторым бисквитом Коржи подготовила Пока их отставляю С помощью мелкой терки Из мякоти сделаю крошку Крошку подготовила Она получилась меленькая, пушистая Это, конечно, нелегкая работа Натирать бисквит на терке Но я думаю, вы с этой работой легко справитесь Крошку пока отставляю Приступаю к приготовлению крема Для начала взяла желатин Высыпала его в кастрюльку К желатину добавляю холодную обычную воду Все хорошо перемешаю И оставляю на минут 15 Чтобы желатин хорошенько набух Займусь творогом У меня творог домашний Он такой вот зернистый Поэтому я его буду перебивать блендером Если вы будете покупать творог в магазине В таких специальных брикетиках То его можно блендером и не перебивать К творогу добавляю 100 грамм сахарной пудры И перебиваю его погружным блендером Мне нужно, чтобы получилась творожная масса Творог готов К творогу добавляю измельченную вишню И натираю шоколад У меня шоколад черный Одна плитка 90 грамм Натирать шоколад буду с помощью овощечистки С шоколадом справилась Если у вас дома нету овощечистки Вы можете шоколад натереть на обычной крупной терке Массу всю хорошенько перемешиваю Все перемешала Творожную массу пока отставляю Займусь сливками Возьму 500 миллилитров сливок У меня домашние жирные сливки Поэтому я их буду взбивать венчиком Они очень быстро и легко взбиваются Если я их буду взбивать миксером То одно лишнее движение И мои сливки превратятся в масло К сливкам добавляю 50 грамм сахарной пудры И все хорошо взбиваю Сладость крема вы можете регулировать по своему вкусу Вы можете его попробовать Если вам будет он недостаточно сладким Добавьте еще немножко сахарной пудры И домите крем до того вкуса Который вам нравится Сливки взбила У меня получился густой, воздушный и очень нежный крем Сливки добавляю к творожной массе Немножко сливок оставлю Приблизительно 1 третью часть Чтобы перемазать сами коржи между собой Я все перемешала Желатин хорошенько набух Я его растопила на паровой бане Еще теплый желатин Через ситечко процеживаю в крем И все хорошо перемешиваю У меня уже готово все Для того, чтобы начать собирать торт Я взяла подложку Дно подложки Немножко смажу взбитыми сливками На подложку Выкладываю первое сердце Вот такую первую заготовочку Хорошенько ее пропитаю сиропом Заполняю сердечко кремом Сердечко заполнило кремом Накрываю его шапочкой, которую срезали Срезанную шапочку Хорошенько пропитываю сиропом Обильно смазываю взбитыми сливками Сливками смазала Выкладываю вторую заготовку из коржа Ее также обильно пропитаю сиропом Заполняю сердечко кремом Сердечко заполнило кремом Накрываю второй шапочкой И эту шапочку также обильно пропитаю сиропом Сиропом пропитала Сверху промажу торт взбитыми сливками Которые остались Отправляю торт на полчаса в холодильник Чтобы он немножко застыл Пока торт стоит в холодильнике Возьму 300 грамм сливок, которые остались К ним добавлю сахарную пудру, которая осталась И все взобью в пышную густую массу Крем приготовила Он получится густым, воздушным Тортик постоял в холодильнике Сверху и по бокам обильно смажу тортик кремом Тортик весь перемазала кремом Получилось красивое белое сердечко Приступаю к украшению Я буду украшать таким образом Внутри сердечка я нарисую еще одно сердечко Более такое поменьше В этом сердечке я напишу нежно розовым цветом для тебя По бокам и здесь вот немножко сверху окантовочку Сделаю крошкой, которую мы заранее подготовили Для начала я нарисую внутри сердечко Сердечко нарезается Внутри сердечко сделаю надпись для тебя Надпись я написала Я взяла белый шоколад, растопила его на паровой бане К шоколаду добавила гелевый розовый краситель Шоколад немножко остыл Я его поместила в кондитерский одноразовый мешок Сделала вот такой вот небольшой надрезик И теперь буду рисовать для тебя Надпись готова Сверху по сердечку и по бокам обсыплю тортик крошкой Которую мы заранее с вами подготовили ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торт готов! Посмотрите, какой получился красивый и очень нежный Отправляю его на 8 часов или на ночь в холодильник Чтобы он хорошенько застыл и пропитался Торт Бархатное сердце готов! Он получился невероятно красивым Изумительно вкусным и очень нежным Вес тортика 2,5 килограмма Высота тортика 20 сантиметров Я вам сейчас покажу, какой он получился в разрезе Посмотрите, какая получилась красота! В нем идеальное сочетание нежного бисквита И очень вкусного воздушного Сливочно-творожного крема С вишней и черным шоколадом Я надеюсь, вам понравится этот рецепт И вы обязательно его приготовите А с вами была Наташа Пархоменко Смотрите мой канал Подписывайтесь, ставьте лайки А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами И полезными советами Приятного аппетита И до новых встреч!